Привет, я Ани Мэджик, и как я обещала, ребят, я продолжаю рассказывать, что у нас произошло. Это следующее видео, мы съездили на рентген с кисой Алисой. Вкратце расскажу, что произошло. Алиса вернулась с прогулки, как будто ветеринар предположила, что ее сбила машина. Она не может ходить, у нее задняя часть плохо очень работает. Просто я обещала держать в курсе вас всех событий. Поэтому мы снимаем на телефон, нет времени вот это все настраивать. Сейчас, когда я монтирую это видео, я хочу добавить к предыдущему ролику, который вышел до этого, где я показала и рассказала, как все произошло, про некоторых отдельных токсичных личностей, которые в комментариях писали что-то вроде «ты тупая, надо было к ветеринару, а ты видео снимаешь». Слушайте, пожалуйста, внимательно сначала, что я говорю в видео. И внимательно смотрите его от начала и до конца, а потом пишите свои комментарии. Ситуация произошла ночью. Ветеринара мы вызвали домой в ту же ночь, сразу же, как только это произошло. И она полностью осмотрела, прощупала Алису и дала ей лекарства. А затем сказала, что на рентген надо ехать утром, а не ночью. То есть поедем рентген делать, да? Все-таки да, но неспешно, но лучше это делать по дневному тарифу в первой половине дня, пока свежи врачи. То есть это не повлияет сильно на ее состояние, скорость? Не сильно я могу исполить, сейчас даю на два дня. Это тоже. Ветеринар же имел в виду, что лучше делать рентген утром, потому что врачи, которые будут делать это, утром находятся в бодром, а не сонном состоянии и работу свою сделают более качественно. Так что не надо писать в комментариях, что мне нужно было делать и как поступать, если вы невнимательно слушаете и смотрите видео. Я предпочитаю следовать советам своего ветеринара и делаю, как она скажет. Всем остальным, кто пишет адекватные комментарии, спасибо, ребят, за поддержку. Я покажу, я снимала фотографии рентгена и отправляла в ветеринару. Не знала, как ее успокоить, она начала очень нервничать сильно в машине. Лекарство, видимо, которое ей дали накануне, стало уже хуже действовать. Все нормально, Алиса? Да. Сейчас доедем до больнички, все. Не иди никуда. Алиса. 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 Не могу взять тебе на руки, нельзя трогать особо твой таз. Она долго не успокаивалась, в конце концов, пока ехали, я ее положила в ноги к себе, потому что ее очень нужно аккуратно перемещать. Она лежала у меня в ногах и нервничала, прям не могла, куда ее везут, что происходит вообще. Но так как она ходить не может, она не передвигалась по машине, слава богу, ее можно было вытащить из переноски. И в итоге она успокоилась, потихоньку уснула в машине. Когда мы положили ее на рентген, ей явно было больно. Ее надо было так положить, держать за лапы, чтобы рентген сделать, там же нужно замереть, удерживать ее. Ей явно было это неприятно, больно. Мы старались сделать это очень аккуратно. Она вырывалась, она плакала. Я покажу, я снимала фотографии рентгена и отправляла в ветеринару. Сам рентген мне снимать не удавалось, потому что, во-первых, нельзя телефон, во-вторых, такая обстановка там нервная. Мы сделали рентген и оказалось, что у нее, я думала, что у нее, ветеринар сказала, что у нее точно не перелом лап задних, а скорее всего где-то вот таз. Я предполагаю, что там таз, а вот тазопитренный сустав нам нужно смотреть, потому что если тазопитренный сустав у нас не на месте, то это точно придется оперировать. Вот здесь вот, да, лапы крепятся к тазу, вот этих костей у нее перелом. И действительно, по рентгену нам показали... С этого диска мы где сможем... На любом компьютере их можно увеличивать, менять цветовую гамму. Отлично. По рентгену нам показали, сказали, что у нее перелом не суставы, вот мы боялись, что суставы выбьются, сместятся, и тогда нужно будет делать операцию. Слава богу, мы избежали вот этого момента. Ну, таз в основном самостоятельно расставится, то есть операции мы туда не лезем. То есть у нее не смещено ничего, но у нее два перелома таза с правой стороны. Это еще также подтверждает тот факт, что ее сбила машина, то есть потому что только справа. Кошка в норме, когда прыгает, если с высоты она ломает передние лапы, потому что она упирается. Если она еще как-то неудачно падает, то, скорее всего, либо с двух сторон, либо одну. А тут получается с одной стороны, с правой два перелома, целых два перелома. Мне вообще даже страшно об этом думать. И я думала на самом деле, что кошкам делают какой-то гипс. Ну, я же не разбираюсь в этом. Оказывается, что при переломе таза у кошки, когда она ломает именно таз, и смещение не происходит, ей не делают операцию и даже не накладывают никакой гипс. Я думала, что-то как-то наложат ей, что-то там как-то это сделают. Но нет, ничего не делается. Это официально ветеринары заявляют, что просто нужно время, чтобы это все зажило. И очень внимательно за ней следить и лечить. И у нас будет четыре вида лекарства. Я все сегодня купила как раз в городе, куда мы ездили на рентген. Это антибиотик обязательно. Это успокоительное, чтобы она не двигалась. Ей нельзя двигаться много. Перемещаться как-то, потому что она может там что-то повредить себе, сместить. В общем, понятно, два перелома костей. Логично, что ей нельзя двигаться. Конечно же, обезболивающе, потому что ей больно, когда она двигается. Сейчас она вот уже под лекарством, и она, соответственно, спит. Но в норме она хочет куда-то идти, она хочет двигаться, и, соответственно, ей больно. Она плачет, она меучит. И этого делать нельзя, чтобы ее кто-то беспокоил. Поэтому ее придется отделить от собак вообще, чтобы она с ними никак не пересекалась. Потому что они подходят, они хотят, они интересуются, они мухают, они могут ее как-то беспокоить. Так, антибиотик, обезболивающее, успокоительное. И еще ветеринар сказала, что нужно нам сейчас подавать ей какое-то время слабительное. Потому что она до сих пор не сходила в туалет, и это очень плохо. Потому что может возникнуть непроходимость, и ей нужно сходить в туалет обязательно. Чтобы она и пописала, и покакала. Потому что сейчас она в туалет не ходит. Это очень плохо. Потому что она должна сходить в туалет. Это наша цель. И вот эти вот 4 вещи мы будем давать, мы будем заниматься сейчас лечением. Единственное, что примерно ветеринар сказала 2 недели на восстановление. Вот этот вот сам процесс лечения. И еще 2 недели где-то на полное восстановление. То есть где-то месяц. Я решила ее положить в спальню рядом с собой, где я сплю, где я провожу время. Там же мы будем давать лекарства. Будет туалет, лежанка. Все. И постоянно наблюдать за ней. Буду держать вас дальше в курсе, как мы будем проходить лечение. Когда Алиса чуть-чуть как-то... Ну, я снимаю, что могу, но постоянно процесс снимать не получается. Потому что, вы сами понимаете, я думаю, любой человек понимает, что когда такая ситуация стрессовая в жизни происходит, ты не в состоянии прям все фиксировать на видео. В общем, что смогу, буду снимать, рассказывать вам, как будет проходить лечение и что дальше будет. Не будет ли каких-то осложнений. Как вообще себя дальше будет чувствовать Алиса. Потому что сейчас она, конечно, в очень плачевном состоянии. Она... Ну, в общем, уходи. Все. Буду держать вас в курсе. Увидимся в следующем видео. Спасибо вам за поддержку, конечно же. Пока.